Посмотрите, украинцы, кем являются этих… Авиакатастрофы в Харьковской области. Военный самолёт Ан-26 разбился при заходе на посадку, не долетев до аэродрома Чугуева буквально 2 километра. На борту было 27 человек – офицеры и курсанты Харьковского университета воздушных сил. 26 человек погибли. Погибших наших украинцев, патриотов под Харьковом на военном самолёте. Для патриотов, для нормальных людей, для харьковчан, для независимых жителей Украины. Не быдлосовка, а для незалежных, сведомых, как хотите называйте. Это они, эти бойцы, погибшие курсанты, это будущие защитники наших рубежей Родины. Это боль, утраты. Это горе. Я уже молчу для матерей. Это огромное горе. А для вшивого, чтобы не мотюкаться при таком горе, для гнид, подлин, паскудных, сраного генералитета, сраных, вонючих политиков, воров, типа сцены Майдана, которые сейчас лачат жалкое существование для Украины. Украину лачат в этом жалком существовании, сами набивая миллионы и миллиарды паскуды. Для них это, он упал, самолет. Износился, устал, как мост, Кличко говорит, и он упал. То есть, вместо 20 лет и порезать потом, он 40 или сколько, происпользовался. Какие-то эти говорят, что он и 30% не наездил, не налетал. То есть, он упал для этих вшивых политиков. Те бойцы, которые охраняют, ихние бабки, ихние благоденствия, ихние вонючие пидорские семьи, для них, этих политиков, он просто упал. То есть, что говорит вот этот Макс Бужанский, аналог Шуфрича, Верховной Раде, которого специально взяли для того, чтобы вот эту Аманскую сделку, блин, я же тоже голосовал за Зеленского. Но теперь я же вижу, что это не Зеленский, а просто Аманская сделка. Мы тебя не трогаем, Зеленский, а ты Украину вводишь в ступор, чтобы и так дальше падали, падали, чтобы вооруженные силы Украины были добробаты, чтобы были никакие. То есть, мы специально этих козаков, этих козырей, этих ермаков и тому подобное введем тебе по договорке, чтобы и статус-кво вот этот Порошенковский и дальше продолжался, чтобы все падало, чтобы совковая была индустрия, чтобы милитаризм был тоже совковый, чтобы Украина не могла отстоять свои рубежи, родины своей. То есть, сам этот аналог Шуфрича Бужанский говорит, что это же Англия, когда с Михальчишином. То есть, Михальчишин, Юрко, файный политик нормальный, но он, к сожалению, легитимизирует. Он Бужанскому представляет какие-то там ринги политические, представляет то, что его начинают слушать. А что значит слушать Бужанского? Это значит принимать частично его ватную идеологию, в которой он говорит, что это же Англия, а в Англии рубали голову тем и тем. А когда ему скажут, что голову рубали, так начните и вы, и Украина станет Англией. Он говорит, нет, а для нас не надо голову рубали. Для нас пускай будет политическая ответственность, ответственность. Голову не надо. То есть пускай будет все, как и было. А вот в Швеции части тела рубали за коррупцию, за продажничество. И Швеция теперь посмотрите на Швецию, и посмотрите на Украину. Механізмів никто навіть не хочет передбачать. А смотрите, например, уряд Великой Британії мает коллективную политическую ответственность. Там министры ответственную ответственность за свои голосования, часто не могут быть депутатами, за голосование в уряде и даже за политические заявки. За интервью могут ответственности министры. Это безусловно правильно, только к этой модели Британия шла с 1600, я не помню, 43-го, 48-го года, с момента революции, отделение головы Карла. Решением парламенту, Пан Максимович. Решением парламенту. Сгідноченного законодавства. Политическая ответственность. А чим она відзнается? Это суспільное благо. Дивіться, ему доверено. Мы власть. Должна ли наступить политическая ответственность? Нельзя превращать, нужно опасаться, превращать политическую ответственность в инструмент расправы. В инструмент расправы. Нельзя путать хозяйственные просчеты, воровство, халатность и все это смешивать. У нас две крайности. Одна крайность, реалии. Никто не отвечает ни за что. Вторая крайность, все хотят репрессии как инструмент ответственности. Когда-то с кого-то нужно начинать. Когда, и с кого, и через сколько. Вопрос открытый. Все зависит от биомассы. А биомасса она такова и будет оставаться еще 100 лет и 200 таковой, покуда не начнешь делать то, что делала Англия, то, что тоже воровская там еще та индустрия, страна была в свое время. Не начать того, что делала Швеция, Германия. То есть казни. Не надо публичных. Достаточно, чтобы хоть какие-то были казни. А он говорит, не, политическая ответственность. Он упал. Он устал. Вот. Вот и вся нация. Упал и устал. И никакой ответственности. Некому отвечать за это. А эти гниды, как набивали карманы, так и дальше набивают. И будут набивать. А наши бойцы, кровь и соль земли нашей, гордость, цвет нации, и так дальше будет. Он упал. Покуда нация, наконец, не встрепенется. И что ей для этого нужно, я даже в голову не могу приложить, чтобы она встрепенулась. Чтобы ей стало стыдно. То есть если нация не встрепенется, как от электрического шока, и не офигеет от того, что сколько веков с ней вот такая чушь происходит. Разборы и Сибири, размешание биомассы вместо нации. И дальше, дальше так и будет продолжаться. Покуда она не встрепенется, то она, эта нация, снова упадет, как и под Харьковом наши бойцы. И снова никто за это не понесет никакой абсолютно ответственности. Потому что не перед кем будет отвечать. Потому что нация уже упадет. Потому что нация эта будет мертва. Отвечать будет не перед кем. Она будет, никакая, она будет размешанная, снова биобыдло. А те единички, маленький процент патриотов, которые останутся, он будет умершвлен. То есть для чего украинцы патриоты? Для чего мы делали Майдан? Чтобы уйти от стандартов рашки. Путиновской, шмутиновской, любой. От стандартов России. И куда мы ушли? От той рашки, в которой 10-20, она утонула. Люди для рашки, для путиновской и тому подобное, они как мясо. Но мы же заявляли о том, что наши бойцы это патриоты. А на деле что получается? Он упал. И кто несет за это ответственность? Кто? Некого. Значит нет нации. Значит и нация такая упадшая, никакая, чаморошная. Так получается? Кто-нибудь отомстит мразям, ворам, которые воруют и жируют на крови наших бойцов. Если нет, а не судов как таковых, а не тех людей, которые, силовики, которые получают бабло от того народа, который платит им за то, чтобы они расследовали и тому подобное, наказывали. Нет тех силовиков. Добробаты расформированы, расформированы. Значит, может найдутся люди, которые отомстят судом справедливости хотя бы тем мразям, которые ответственны за такое состояние армии, служб, силовых, ведомств. Некому. А бойцы ж, они ж думают, что они идут за идеей бороться, за отчизну, за нынку нашу, державу. Они слушают, слышат с плацов, с площадей, там, где выступают жирные мрази генеральские от кормыша, ихняя, блин, вирус ползучий, такие же детишки. Они выступают, хорошо говоря, все, чтобы их слушали, чтобы за ними шли. Но эти мрази генеральские, они не хотят брать ответственности. Они только знают, как им набить бабло, бабло нашим, украинским, и не только. Карманы свои сраные, вонючие, больше ничего не знают и знать не хотят. Поэтому, может, найдутся смельчаки, которые все-таки отомстят мразям за Крым, за Донбасс, за вонючий газ и тому подобное, за все наворованное, разворованное, за годы независимости, не только армию, не только силовые службы. Они до сих пор отдыхают на ривьерах и на островах. Вместо того, что они должны отвечать за то, до чего довели Украину. За 30 лет независимости. Вот я слышал интервью недавно одной богатой ебанутой политика тоже, бабы, которая говорит, что я так, я же бывает часто плачу, когда я слышу гимн Украины. А то, что погибли бойцы наши, курсанты под Харьковом. Им насрать. Понимаете, до какой степени это нужно быть мразями. Представляете, чтобы содержать так нашу армию, наших бойцов, нашу кровь, цвет нации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok